Осенью начинают проявляться простудные заболевания, даже грипп. Мы живем в мире пандемии, когда один грипп сменяет другой. Каждый грипп носит свой вирус, свое название. Но в целом все эти заболевания связаны со снижением иммунной системы, иммунореактивности. Ваша иммунная система не успевает реагировать к внешним изменениям погоды, особенно к сырости, к холоду, и появляется температура или боли в суставах. Конечно, я не рекомендую сразу бросаться в аптеку и вообще в нее ходить, для того, чтобы устранять боли в суставах и повышать иммунитет, хотя существуют разного рода иммунокорректоры. Я не понимаю, как можно иммунитет поднимать с помощью таблеток. Это в принципе нереально. Иммунитет, так же, как и мышцы, требует тренировки. Недаром, испокон веков, мы знаем, что есть такой метод улучшения иммунной системы – это закаливание. Закаливание разными формами бывает. Закаливание холодной водой, моржевание, закал-бег – это когда бегают с перчатками в шапочке, с голым торсом. Это обычно мужчины делают. Закаливание солнцем – это тоже закаливание, то есть только не жара, не загар, а именно утренний закал, он тоже необходим. Закаливание бани, когда чередуется жар, высокая температура в сауне или в бане с низкой в проруби или в купеле. Но в любом случае, когда у вас, так сказать, возник ренит или кашель, бронхит, все-таки начинайте с закаливания. Если вы боитесь холодной ветреной погоды, начните с малого. Это прежде всего обливание ног холодной водой или топтание, так сказать, в тазике с холодной водой не более 50 секунд. То есть можно налить тазик с холодной водой, и вот эти суставы, которые тоже часто реагируют на изменения погоды, голеностопные колены, можно в ванночке потоптаться, потом их растереть в сухой тряпкой, надеть носки сухие, хлопчатобумажные или шерстяные, если нет аллергии к шерсти. И у вас ноги будут гореть. Вы не то, что не простудитесь, наоборот, у вас сразу, благодаря холодным ножным ваннам, или я люблю еще душ обливать на колени, стоя в ванной, усиливается кровообращение, а вместе с кровообращением улучшается и лимфообращение, потому что и лимфатические кровеносные сосуды идут вместе. Единственный момент – это страх. Почему-то многие боятся простудиться. Запомните, если вы начнете принимать ежедневно, сейчас, сегодня, в холодной ванночке, 5-10 секунд топтания в ванне с холодной водой, или обливания их из ведра, или даже уж совсем слабая процедура растирания мокрым холодным полотенцем, затем сухим, у вас начнет, может быть, первые 2-3 дня появятся какие-то выделения, но это чистка, это очищение, это выброс из организма всего лишнего. Дальнейшие упражнения с холодной водой помогут вам натренировать иммунитет таким образом, что не будет реагировать ни на какую погоду, потому что очень часто мерзнут ноги, и люди, вместо того, чтобы закаливать ноги, вот таким способом, одевают там несколько толстых носков, сапоги теплые, когда можно без этого обойтись. И наоборот, когда забывают сменить теплую, сухую обувь с тонкой, с летней, тоже возникают такие проблемы, поэтому вот закаливание ног, стоп помогает избавиться от этих проблем, и ваш организм будет достаточно хорошо реагировать, и своевременно на изменения погоды, заодно вы будете снимать боли в суставах голенозопных и коленных. Но делайте это регулярно, особенно тогда, когда у вас обострилась болезнь. Обострилась болезнь, значит, эти процедуры каждые 4 часа надо повторять в домашних условиях. И много-много пить. 5 чай с медом, чай с липовым цветом, зеленый чай с вареньем, с малиновым. Но это в домашних условиях, потому что это вызывает потоотделение. Если вы выйдете в этом состоянии на улицу, можете попасть под сквозняк. Поэтому все наоборот, не греть ноги, не растирать их всякими там горчичными порошками, а именно обливать холодной водой регулярно, каждый день, 5-10 секунд. Продолжение следует...